Здравствуйте! Вы смотрите ЮНЬЮС, новости на городском телеканале ЮТВ. И для начала краткий обзор прессы. Как сообщает сайт УФА-1, снесенный дом Моториных по адресу Ленина, 17, возможно, будет восстановлен. Тема возможного восстановления обсуждалась на совещании в администрации УФА, сообщает на своей странице в социальной сети общественный деятель Кристина Абрамичева. На оперативном совещании Общественного совета по сохранению культурного наследия в администрации города участники высказали за воссоздание снесенного дома Моториных на улице Ленина, 17. Возможно ли это по объективным причинам, покажет время. Пока что идея только зафиксирована в протоколе совещания. Проект реставрации этого дома был давно подготовлен. При необходимости им можно воспользоваться, уточнила Кристина Абрамичева. Напомним, снос дома Моториных произошел 19 мая. Чтобы спасти этот дом, который обещали сохранить власти города, уфимский активист чуть не бросился под экскаватор. 20 тысяч жителей Башкирии получили паспорта с совпадающими номерами. Об этом сегодня сообщает сайт Уфа-Сити-Ньюс. Сотрудники УфМС по Республике Башкортостан сообщили о выдаче более чем 20 тысяч паспортов-дубликатов. Счастливыми обладателями документов с совпадающими номерами стали жители региона с номерами паспортов от серии 8003 номер 266-101 до серии 8003 номер 356-100. Всем им следует обратиться за проверкой данных в ближайшее отделение ФМС, либо по интернету. Решение о замене всех дублирующихся паспортов пока не принято. Федеральная миграционная служба сообщит о дальнейших действиях позднее. Башавтотранс приоденет своих водителей к саммитам Шоссе-Брикс в Уфе. Об этом также на Уфа-Сити-Ньюс. Региональный перевозчик Башавтотранс решил основательно подготовиться к саммитам Шоссе-Брикс в Уфе. На портале госзакупок был размещен заказ на покупку униформы и специальной одежды для обслуживания форумов. На внешний вид Башавтотранс готов потратить 2 миллиона 468 тысяч рублей. Как следует из конкурсной документации, водители оденут в белые сорочки с коротким рукавом, темно-синие галстуки и черные носки. Кроме того, в контракт включены щетка, крем и губка для обуви, а также хозяйственное мыло. 12 июня Уфа отметит День города. Праздничная программа начнется уже 8 июня. Возле концертного зала «Башкортостан» состоится международный фестиваль танцев. А в сам праздник запланировано возложение цветов к монументу дружбы. Далее на Советской площади состоится марш-парад духовых оркестров в Башкирии. Основная концертная программа пройдет на площади имени Ленина. Она откроется в 14.00 театральным представлением об истории Уфы и вкладе столицы в победу в Великой Отечественной войне. С 19.00 на площади пройдут различные выставки. Завершится праздник салютом. Сейчас власти города утверждают схему движения транспорта по проспекту Октября в период проведения мероприятий, а также графики движения автобусов и троллейбусов после завершения праздника. Об этом пишет сегодня Proofu.ru. У меня на этом все, ну а мы переходим к остальным новостям на сегодня. До свидания.